У меня был когда гепатит инфекционный, мне хотелось только макароны есть у финики. Макароны тоже, клеп тоже имеет сладкий вкус, то есть у него сладкий вкус, ночных изделий. И следующее чувство, это чувство обоняния. Чувство обоняния, оно связано с грубым телом, посмотрите, чувство слуха связано с разумом, чувство осизания связано с силой и чистотой, ну с чистотой разума. Чувство слуха с силой разума, чувство осязания с чистотой разума, чувство зрения с умом, чувство вкуса, страны, психической энергии. Видите, разные структуры психические мы с вами описываем. И чувство обоняния связано с грубым делом. Как это можно применять в жизни? У меня разработала методика, как можно по запаху определить, подходит тебе лекарство или нет. Подходит продукт питания или нет. У меня есть для этого специальные лекции. Есть семинар, называется «Айрведа для всех», что это такое. Такой старый, давно я мечтал. И там вот эта классификация описана, как по запаху проверять, что тебе подходит, что нет. Надо нюхать сухое вещество, потому что влага, она изменяет запах, не дает возможность понять структуру вещества. Следующий практический совет. Если вы покупаете квартиру, то запустите в квартиру жену и оставьте ее на 5-10 минут одну. Пусть даже это новая квартира. Она должна сидеть и нюхать. Потому что если ей будет пахнуть невкусно, если вы эту квартиру не купите, даже если она дешево будет стоить в хорошем районе, большая квартира, новая, светлая, но если ей плохо пахнуть будет, она всех там загрязет в этой квартире. И придется ее продать, и она всех замучает, и ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что в квартире кто живет? Мужчины думаете, вы в квартире живете? Квартира энергетически принадлежит женщине, а мужчина в квартиру приходит отдыхать. Я еще и так сказал. Нимите руку, кто не согласен. Есть такие? Все согласны, вы страны. Ну смотрите, квартира, вот энергия, допустим, кровать, что мускую энергию имеете? Кровать в квартире. Там флаги на ней стоят, да, там знамена вперед, нет? Такие как мягкие тона, да, обои, люлечки всякие, да, шторы, гардины, люстры, кухня. И так далее. Все женскую энергию имеют, правильно? Мужской энергии там есть, нет? Допустим, мужчина в квартире решил сделать небольшую перестановку. Допустим, раз, что-то подвинул, приходит через неделю, смотрит, опять все на место встало. Жена так тихонько, раз, опять под себя. Жена все перестраивает под себя в квартире, так? Женскую энергию квартиры имеют, так? Поэтому она изгнает, жена, если ты ей не ту квартиру дашь. Так, и квартиру жена и больше всех требуют, так? Эта женщина душит мужа, чтобы квартиру купил, так? Душит и душит, пока не купил. Следующий интересный момент. Если близкий человек заболел тяжелым заболеванием, то первый и самый лучший способ это продиагностировать, это запах от его тела. Если запах от тела человека становится неприятным, неожиданно, значит, его надо обследовать, близкого человека. Скорее всего, у него скрыто развивается какое-то тяжелое заболевание в организме. Следующий момент. Если вы зашли в квартиру, и там плохо пахнет для вас, значит, вы психически с этими людьми несовместимы. Но вам в квартире плохо пахнет какой-то. Можете как угодно себе объяснить, но просто плохо пахнет. Там кушать не надо, потому что вас вывелит. Или потом будет несварение, и будете плохое настроение иметь и вообще просто. Будет очень плохо жить. Понятно, да? Это немножко я вам говорил про чувства. Видите, в ведах все практично. Так чувства есть, так применять сразу. Для чего это нужно, объясняется. Вот это ведическая психология. У меня был семинар, меня пригласили почитать лекции. В Челябинске есть такая кафедра оздоровительных практик Востока. Я там для них разработал специально, называется, аэровидическая психология. Такой курс большой. Скоро учебник выпустился, вот такой толстый. И там вот описываются вот эти все вещи, то есть, которые я сейчас рассказываю. Это психология, но она основана на ведах, на аэровиде. Следующее, что я хотел бы вам сказать, это самая главная цель, как бы, вот моего семинара. Мы сейчас будем говорить, собственно, о карме с вами, что такое карме. Итак, смотрите, в «Тонком деле» есть такое произведение, оно было написано где-то 800 лет назад, называется «Йога-сутра». Мудрец-велитель Пантанджави написал это произведение. Он написал «Природу ума» в этом произведении. И он написал вкратце, что «Ум на срезе похож на озеро, в котором волны» — это наши мысли. Мы сейчас срез озера ума рассматриваем. Так будет нагляднее, гораздо проще понять, что такое «Ум». Срез — это волны. Толща воды — это функции ума, это деятельность ума. А ил озера — это как раз карма, это энергия кармы. Давайте разберем это подробнее. Вот смотрите, волны — это наши мысли, желания, эмоции и побуждения. Понятно? Это то, что мы в себе воспринимаем, то, что я в себе знаю. Так это снаружи уже, с самого наружу ума. То есть не значит, что я себя понимаю полностью, а понимаю только, когда выходит наружу. Понятно, да? Следующая верхняя часть воды, вот самая верхняя, вот к этим волнам ближе всего. Это наше настроение. То, что мы в себе чувствуем, как характер, как настроение. У меня, допустим, депрессия. Вот это вот там находится, депрессия. Здесь, понимаете, настроение, мне плохо, мне хорошо. Или «Мне хорошо с тобой». Это тоже там находится, вот здесь вот. Меня всегда говорят, ревяйся, фотографируйся. Спасибо вам. У меня в гороскопе это написано. Когда я ревяться начинаю, у меня сразу раз. Потом мне дарят фотографию. Очень приятно. Мне так нравится. Запомнили? В верхней части, что мужчина, вот что это такое? Настроение это настроение. Я вам напоминаю. Не забывайте возле лекции. Итак, средняя часть связана с контролем, регуляцией всего здоровья нашего. Всех, всех внутренних органов. Он контролирует деятельность всех органов и систем. Вот в средней части воды. Вот здесь вот. Понятно, да? Но там мы себя уже не помним, не понимаем. Кто из вас прослеживает, как пища идет про кишечнику? Поднимите руку. Кто может проследить подробно, где она находится сейчас? Никто не поднял. Я могу. Честно сказать, могу. Но об этом не думаю каждый день. Иногда сейчас вот так. Думаю, далеко еще или нет. Все в день не планирую. Потому что мы как бы знаем, мы знаем, как мы забрасываем, да? И в какой-то момент, неожиданно для себя, мы так оп. А обнаружим, что сейчас пойдет. Так? Но вот что там происходит, мы не знаем. Но это все работает там. Под контролем. Это все контролируемо там. Эти функции все там очень глубоко синхронизированы. Это деятельность ума. Тонкое тело ума это все делает. Вот следующая часть, вот самая нижняя, вот рядом с Илом, в озере, она связана с окружающими людьми. Вот оттуда, как ни странно, именно оттуда идет воздействие на всех, кто находится рядом с нами и не рядом, на всех, кто сильно связан с моей судьбой. Вот оттуда, откуда я вообще не понимаю, если я не знаю, что в кишечнике происходит, то там вообще темный лес. Это совсем глубоко, понимаете? Еще ниже. И вот в этом заключается уникальная, как бы, загадка нашей судьбы. Человек куда же не вдомек, что к нему относятся в соответствии с его судьбой. Он даже предположить не может, что ему именно так. И доктор прописал, что пьяный муж постоянно там, или соседи громкий телевизор, или там собачка какает на площадке прямо на моей этой, вот у меня. Вот. Ну не может понять, в чем дело. Никак это со мной не связано. Понимаете? Вот никак я не вижу связи именно со мной вот этих всех вещей. В этом заключается загадка нашей судьбы. И веды говорят, что человек хотя бы теоретически должен согласиться с тем, что это его судьба. Потому что в этот момент согласие, он успокаивается. И его жизнь налаживается в начале. Пока он протестует и бунтует, он ничего хорошего в своей жизни не получит. Никакого счастья, никакого прогресса, никакого продвижения, никакого избавления от ситуации. А просто один ужас. И это тут же будет тем сильнее, чем больше человек протестует против той ситуации в своей судьбе, которая у него сложилась. Теперь насчет вот этих вот песчинок, самое как бы важное и ценное, то, что мы должны знать. Вот этот вот ил состоит из всех поступков и событий, которые происходили когда-либо в нашей жизни. Похожие поступки, мысли и события объединяются в одну песчинку. То есть ил состоит из песчинок. Эти песчинки называются карма-васаны, что по-русски сказать, узелки кармы, узелки нашей судьбы. Вот эти вот песчинки, карма-васаны, они отделены друг от друга, понимаете? То есть они в этом, этот ил имеет подвижную природу. Некоторые под песчинки могут притягиваться вверх, некоторые могут оседать вниз в судьбе. Но это поверхностный слой кармы, потому что есть такой слой, который вообще для этой жизни не предназначен. Это то, что никогда не выходит наружу, понимаете? Это то, что сидит там очень глубоко, и мы даже про себя об этом вообще не знаем ничего. Понимаете? В основном верхняя часть кармы, вот динамично она двигается. Смотрите, вот этот узелок кармы, когда он поднимается чуть выше, в нижней части, вот этой вот, в нижней треке озера Ума, когда он находится, узелок кармы, то возникает интересный феномен. Озеро Ума в этой части начинает возбуждаться, вот в том месте, где оно проходит, там оно начинает возбуждение. Смотрите, если взять обычное озеро, оно возбуждается сверху от ветра, так? Поэтому ветер во всем виноват. Ветер во всем виноват. Но в нашей жизни ветер дует с другой стороны, понимаете? Снизу. То есть вот эта песчинка доходит, допустим, до нижней трети, и она начинает возбуждать это пространство. Если эта песчинка имеет хорошую карму, то есть человеку должно стать в счастье прийти, тогда все вокруг начинают неожиданно к нему относиться лучше. Вот, допустим, у человека хорошая карма, и у него все в жизни получается. Пошло, 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 и он чувствует, и все получается. Кто это в жизни чувствовал? Раз, и пошло, все получается. Правильно. А потом полоса пошла такая, что ничего не получается. И вообще, как на зло все, как на зло все делается. Кто это чувствовал? Кто-то не чувствовал. Все остальные вообще, наверное, ничего не чувствуют. Это не те же поднимаются. Итак, смотрите, что происходит. Вот эта карма-васана, узел кармы, пошел вверх. Возникает в ритте, то есть это такое, как бы, возбуждение там, в этом озере, возбуждение, по-русски сказать, и директор, который вообще вот, он со мной связан, директор со мной связан, но вот здесь чай со мной не пьет в это время, понимаете? Он сидит там у себя где-то на вилле там, и вдруг, неожиданно, он решил меня уволить с работы. Кажется, что это ему взбрело в голову просто. На самом деле, все не просто так. Это вот этот вот узелок кармы заставил его так думать. Причем, если он карма эту тяжелую, как бы, энергию имеет, то вновь и вновь, вновь и вновь ему захочет уволить, захочется, захочется уволить этого человека с как будто. Когда он ему в глаза посмотрит, у него не будет никаких сомнений, что надо увольнять. Никаких сомнений. Но для доказательства, что это правильно, вы еще отчебутики в этот момент какой-то поступок сделаете, который ему совсем уже вот скажет, ну да, я все, теперь точно увольняем. Каждый день я вижу людей, которые попадаются в западню кармы своей, в западню кармы. Потому что интересно знать, что вот в семейной жизни, как это происходит, у человека на несколько лет отшибает чувство любви к близкому человеку, холод к нему идет, холод. И кажется, что все, ну как бы между нами еще нет, а может быть и не было вообще, и человек начинает подумывать, как бы уйти из семьи. Или наоборот, он чувствует холод от близкого человека и думает, что он его не любит и тоже как бы решает уйти из семьи. Хочу вам сказать по секрету, что эти вещи полностью заканчиваются, как и начались. Проходит время, и люди опять с таким же теплом начинают относиться друг к другу. И те люди, которые знают закон кармы, они такие ситуации в жизни просто терпят и ждут. Но большинство людей не знают, что есть закон кармы, и они думают, что это навсегда. Вот в этом заключается проблема нашей жизни. Отсутствие знания делает нас, заставляет нас совершать большие глупости в своей судьбе. Понимаете? То есть мы совершаем поступки, которые ручат потом нашу жизнь. Из-за того, что мы не знаем, что есть вот такие штучки, которые заставляют нас прислать под дудку своей судьбы. Когда этот узелок кармы поднимается выше, то портится здоровье. А когда поднимается еще выше, то у человека наступает плохая каваса в его характере. А когда поднимается совсем наверх, то ему плохо думается о ком. Вот и все. Вот вся песня. Теперь я думаю, что побуждает эти узелки кармы двигаться. Почему они двигаются? Это связано с пространством, в котором мы живем. Веды описывают, что стороны света имеют свой характер. Пункти, сказки там направо пойдешь, гоня потеряешь там и так далее. Ну то есть стороны света имеют свой характер. Древние ученые, изучая пространство, обнаружили, что вся Солнечная система. В Ведах, кстати, описана Солнечной системой очень подробно. Она описана. Расстояние для планет, которое описано в Ведических Писаниях, совпадает там десятки километров разницы с теми расстояниями, которые описывают современные ученые. Но Веды описывают карту нашей галактики. Еще не только Солнечной системы, а карты галактики нашей. А также строение и расстояние между планетами, между галактиками и размеры всей нашей Всеверной описывают. И также сколько она уже живет и сколько еще проживет. Чтобы вы знали, насколько это серьезное знание. Веды описывают скорость света. В Ведах описана скорость света. А также описаны точно размеры атома. Вот представьте, 5000 лет назад люди знали размеры атома, знали скорость света. Это все на санскрите написано в тех источниках, достоверность которых не подлежит никакому сомнению. Я своими глазами виду, потому что я изучаю санскрит. И это интересно, какой язык санскрит. Он настолько сложный, что он относится к одному из самых сложных языков в мире сейчас. То есть на нем говорили 5000 лет назад. Мы считаем, что 5000 лет назад жили люди. И как вот эти читали на таком языке, который надо 10 лет, чтобы выучить. Сейчас вот. Надо 10 лет, чтобы выучить этот язык. Настолько он сложный, столько грамматических правил. Там 70 с лишним букв основных. А есть еще дополнительные буквы, которые получаются из соединения с другими. Понимаете? Да нормально запомниться, нет? Аборигену. Так вот, я вам некоторые моменты из жизни аборигенов этих сейчас расскажу. Чтобы вы знали, что там за аборигены жили, я вам расскажу, как устроены некоторые санскритские стихи. То есть шлоки, как они говорят. Вот смотрите. Четверостишья. Четыре строчки. Имеют глубокий смысл. Описывают важные моменты нашей жизни. Можно читать справа налево. Получается один важный смысл. Слева направо другой важный смысл. Сверху вниз третий, снизу вверх четвертый, поперек пятый, в другой поперек шестой. И так по каждому по каждому вот этому вот можно читать. И так, и так, и так, и так. Понимаете? Вы такое можете сделать, нет? Нет. Так вот, поймите, что мы немножко недооцениваем прошлую культуру. Мы считаем ее глупой, что там жили какие-то около такие как Дарвин нас научил. Но вот оказывается, все немножко не так. То есть древняя цивилизация была очень развитой, оказывается. Это подтверждает хотя бы их истинность, понимаете? Хотя бы то знание, которое они нам передали, оставили. Наша современная наука до сих пор не догадалась о том, что существует тонкое тело. А в древних писаниях физических описывается не только развитие подлода в утробе матери, а также психически, что с ним происходит в этой утробе. Например, там описывается, что когда мама кушает острое, сильно острую, кислую и горькую пищу, то ребенок корчится там внутри. Ему очень больно. Эти вкусы чрезмерные вызывают у ребенка ожоги психические. Поэтому ведом древненной женщине не рекомендуется есть не очень острую, не очень кислую, не очень горькую и так далее. То есть рекомендуется нейтральную пищу есть, чтобы ребенок не мучился там. Тем более ей нельзя пить алкоголь и курить. Понятно, да, идея? Ну, то есть эти писания, они очень много нам открывают на ту жизнь и глаза, которую мы не можем вот так глазами своими убедить. И вот описывается древних писаний, древние ученые, они обнаружили, что наша Солнечная система, она имеет форму эллипса. Ну, то есть такой вот, как бы, ну, поняли, не вот так, а вот так. Вот. И, ну, что мы и видим на фотографиях, да, как планеты вращаются вот по этому эллиптическому пространству. И он оставил зодиаком, это пространство, и разделили по 30 градусов на 12 частей. И начали изучать и обнаружили, что в каждой части пространства свое настроение, свой характер. И когда планеты Солнечной системы заходят в каждую из этих частей, они меняют свое действие на наше сознание, на нашу психику. Вот эти маленькие звездочки, которые там движутся, на нас влияют колоссальным образом, очень сильно. Я проводил эксперименты, допустим, вот у человека давление, вот такое вот, сильное давление на голову, связанное с Сатурном. Так и свой цвет. Есть камень синий сапфир, который связан с Сатурном. Камень связан с Сатурном. И я проводил такие опыты, что когда кольцо с синим сапфиром ставишь на средний палец, который связан, на среднюю паланку, которая связана с Сатурном, и прижимаешь ее, то этот камень, он фильтрует энергию Сатурна, которая входит в организм. У человека смягчается голодная боль, немедленно ему становится легче, то есть он чувствует оплегчение. Кого сейчас прямо давит на голову? Ну вот женщина вот в этом вот, 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 выходи сюда. Ну да, раз вы руку подняли, сейчас будем эксперимент проводить. У меня просто есть картон, у меня здесь четыре синих сапфира. Не знаю, получится, нет, но сейчас проверим, как работает ведическое знание. Итак, каждая комбинация этих планет, она создает определенное настроение в пространстве, и именно с этим настроением связаны какие-то узелки у нас. И бывает так, что создается такая комбинация, что какие-то узелки кармы выходят надолго наружу, и меняется наша жизнь. Допустим, кто-то уходит из нашей судьбы, кто-то приходит, или вообще наступает какая-то темная полоса. Таким образом, я к вам вопрос. Вы с вами договаривались, нет? Но мы с вами договаривались? Да. Нет, и все, ты не дала меня, выдала. Мы договаривались, дарали я с ней, и все. Ну, что теперь делать, если вы уже признались? Дайчик. Она просто вопрос не ходила. Вы сказали, вы хотите, я заранее договаривались мы с вами или нет? Она сказала, что не договаривались. Некоторые не поверили. Так или иначе сейчас проверим. Ну что? Открылась, девчонки. Точно? Говори лечество. А вот так? Снова опять назад. Чуть-чуть. А ну-ка сейчас опять. Опять открылась? Ну я вот не отдам пятьсоток. Это мое. Все равно. Ну ладно. Поэтому и носят на пальцах, понимаете? Потому что действует это все. Олегчает жизнь. Ну вот правда как мартышки сейчас носим. То есть мы как мартышки, знаете, я в инде, когда я веду изучал, они дырят очки. И у меня несколько очков когда стырил, я начал как бы исследовать, куда она все это тащит. И нашел целую коллекцию. У меня очков там штук 70 было. И она сидит как бы их одевает в свободное время. Того как она тырит, она сидит одевает эти очки. Но как бы она зачем одевает, потому что меняется пространство. Она смотрит по-другому, здесь по-другому. Ну и интересно вот это все смотреть, поэтому она тырит очки мартышки. Вот там вот женщина точно так же одевает камни драгоценные. Они не знают куда действуют, куда одевают, как, а просто раз одевают и ходят. Красиво. Вот, потому что женщины очень сильно чувствуют психические энергии, поэтому они камни видят, когда раз, глаз застывает. Они знают, что происходит, но что это происходит в это время? Ну ладно. А раньше люди знали, как это все носить, понимали, как это все действует. Нам бы тоже как-то возрождаться немножко, начать это, чтобы заработала система. Понимаете? Изучать все эти тонкие вещи надо. Итак, ну вот планеты эти движутся, некоторые причем очень медленно движутся. Вот в чем проблема. Например, Сатурн, он проходит 30 градусов за 3,5 года. А Юпитер всего за год проходит. А Солнце круг за год проходит. А Луна проходит вот эти 30 градусов за 2,5 дня всего. Очень быстро. То есть видите, планеты по-разному движутся. В зависимости от близости к Земле. То есть очень по-разному проходит они это расстояние. И поэтому соответственно Сатурн больше всего влияет на судьбу, потому что он долго стоит в одном знаке очень долго. И поэтому эта планета как бы она создает длительные периоды в нашей жизни. Юпитер тоже достаточно долго влияет, поэтому он тоже сильно влияет на Землю. я вот заметил, что когда Юпитер стоит в горячих знаках, то есть есть такие по 30 градусов, где там огненная энергия действует, а где холодная. Вот допустим сейчас Юпитер стоит в огненной энергии, поэтому земля, зима теплая. До этого тоже стоял в огненной энергии. А нет, до этого был водяной, земля, зима была холодной, и до этого еще холоднее была зима, а до этого была очень теплая, потому что была в огненной энергии. И вот следующий он перейдет опять в холодный знак, то есть следующая зима будет холодной. Понимаете, где Юпитер стоит, в каком знаке, какая погода, жаркая или холодная зависит от того, где он стоит. Но таких закономерностей очень много, то есть есть целая наука астрологии, она изучает как раз вот эту связь нашу с этими психическими энергиями Вселенной, с планетами там, с пространствами с разными и так далее. И когда человек рождается в этот момент, в эту секунду, в момент рождения, энергия всего пространства делает до тонком теле отпечаток. Так, хлоп. И отпечаталось все в пространство, на психике и очень глубоко. И в результате мы вот этот мир, который нас окружает, на 50% воспринимаем через тот отпечаток, который был тогда, когда я родился. И на 50% воспринимаем через то, которое сейчас на нас действует. Поэтому составляем городского, берут дату рождения и вычисляют, как человек через какую призму смотрит на этот мир. И таким образом можно определить события в его жизни, которые происходят. Понимаете? Но есть одно но. Это но заключается в том, что в основном астрологи все могут очень приблизительно это определять по двум причинам. Первая причина заключается в том, что мы уже прожили какое-то количество лет и мы определенным образом наложили отпечаток на свою судьбу в результате этой жизни. Вторая причина заключается в том, что астролог не обладает тонким видением, а он смотрит просто карту. И поэтому он всего лишь приблизительно может сказать то, что будет происходить. Если вам астролог говорит, что зимнее пальто можешь не покупать, осенью помрешь, вот, вы, пожалуйста, как бы не сильно доверяйте этому, потому что когда астролог заявляет такие вещи, это значит, что он немножко того, потому что на самом деле ни один астролог не может точно определить, когда человек умрет, когда что с ним такое сильно тяжелое может произойти. То есть он может лишь догадываться об этом, лишь догадываться. Понимаете, да? Мой знакомый один очень возвышенный человек, ему очень возвышенный человек, ему предсказали, что он оставил тело 80 лет, а он оставил тело 56 лет, когда не было. И очень серьезный астролог ему предсказал его дату смерти. И все получилось не так. А один у меня знакомый астролог искал, очень хороший астролог, много людей разошлись. Поэтому к этому сейчас, но раньше были такие астрологи. И в Индии также сейчас есть астрологи, которые действительно способны очень много предсказывать, но не каждый человек к ним сможет попасть в своей жизни. Потому что они, во-первых, не для денег работают, ну то есть человек, который за деньги работал, по определению может быть таким астрологом от Бога. Понимаете? А во-вторых, они ведут духовную жизнь и они не заинтересованы в том, чтобы принимать много людей. Им это не нужно. Они принимают только тех, которые Бог к ним послал. Я, например, попал к такому астрологу разок в своей жизни возле Дмитрика Джайкура, в деревеньке как бы живет такой человек. К нему была большая очередь, ну как бы неизвестно, кто попал бы, кто нет. Ну просто все ждали и все. И он выходит и просто смотрит и говорит, ты сейчас пойдешь. И вот так он разок ушел, посмотрел, и говорит, ты пойдешь. У меня правда был серьезный вопрос. Он не обычный астролог. Он не по карте смотрит, а он смотрит по-своему как-то. У него есть такая книга Бригу, она как бы, там есть записи в этой книге, но если научиться по-своему смотреть на нее, то она, в ней можно прочитать судьбу человека. и он мне это доказал. Во-первых, он мне рассказал все события, которые, на что он мне попросил сделать. Он попросил меня, у него были кружочки такие, с разными этими линиями, он мне попросил ткнуть пальцем в тот один какой-то кружочек. Я сел и в этом я хочу ткнуть в этот кружочек. Он говорит, напиши данную своего рождения, написал. Напиши, как тебя зовут. Написал он. Вот. И все. Вот эти вещи он меня спросил. И потом он мне начал все рассказывать подробнейшим образом, что у меня в жизни происходило. А из будущего он мне только сказал, ответил на мой вопрос. Он мне сказал, потому что это событие было важным для меня. И он мне сказал, как мне надо поступать точно. И это все сбылось. То есть это была дилемма серьезная. Это касалось того, где мне дальше жизнь свою продолжать. Или в Москве, или в другом месте. Он мне сказал, как это надо делать, и я уехал в Казнодар, не жалею об этом. Вот. И он мне доказал даже, что эта книга работает. Знаете, как? Он мне показал в конце этой книги, то, что он прочитал запись, и там было написано два часа. И в это время он меня пригласил. Мало того, что он мне все рассказал про меня, еще там в конце было написано, когда я к нему зайду, в какое время. Видите, какие штуки бывают? Но самое интересное заключается в том, что он не говорил, что все обязательно будет так, как он считает. Потому что у человека есть свобода выбора. Понимаете? То есть мы можем поменять свою судьбу. И об этом как раз наша беседа сегодняшняя. И так мы с вами говорили о том, что есть карма. Вот эти узелки выходят наружу. Они действуют на окружающих людей сначала. Потом на наше здоровье, потом на наш характер, потом на наши мозги. И мы не знаем, почему так событие происходит. Например, люди считают, что они сами находят себе близких людей. Вот поднимите руку, кто сам себе нашел мужа или жену. Поднимите руку. Есть такие? Вот молодцы. Вот женщина, вот вы допустим поближе. А вы сможете 100 рублей сейчас найти в Казани, если поискать вот так целенаправленно допустим часиков 5-6? Не знаете? А мы уже нашли себе, да? Все равно. Так вот, вы немножко ошибаетесь. Я сейчас это докажу. Поднимите руку, кто не может найти себе мужа? Сколько не искал? Вот видите, руки люди подняли. А знаете, почему они не могут? Потому что они положены. Человек находится близкого человека именно тогда, когда приходит время. Это все очень четко сфиксировано в судьбе. Четко фиксировано в судьбе. И когда приходит время, наступает совместный тяжелый период в жизни у этих людей. И я вам сейчас это докажу. Хотите? Да нет, не отворачивайтесь. Вам записку передают, вам сейчас это покажу. Такой эксперимент мы сейчас поставим. Я кое-что вижу в вашей личной жизни. Вы сможем рядом сидеть, да? Так вот. Я вижу и у него и у вас где-то четыре с половиной года назад тяжелый период личной жизни. Он закончился полностью три года назад, но он длился где-то может быть полтора два года. Я не знаю с чем это связано было, но вам было тяжело обоим. Причем вам тяжелее, ему меньше. Согласны? Согласны. Видите, оказывается есть такие штуки, которые это все существует. Я не могу конечно все видеть, но какие-то основные моменты в жизни человека. Например, я тренировался и учился видеть, когда женщина бросает, жестоко бросает своего мужа, то у нее остывает как бы, сердце становится холодным по отношению к мужчинам. И в результате она может встретиться, познакомиться с человеком, но почувствовать его родным она не может. Даже если она проживет несколько лет, она не может чувствовать, что он родной для него. То есть он как будто чужой. Понимаете? Это результат жестокого поступка по отношению к близкому человеку женщины, которая происходит. Она бросила, допустим, он начал мучиться там один. Вот. Я хочу быть с тобой и я буду с тобой. Понимаете? То есть мучился, мучился, ничего не получилось все равно. Вот. Она все равно ушла. Возвращайся холодным утром, возвращайся мне очень трудно, возвращайся и оставайся. Я без тебя устал. Вот. Но она все равно ушла, понимаете? И все, и не вернулась. А он вот так мучился долго, полтора-два года. И за это человек получает наказание в своей жизни. То есть она холод в сердце получила. Понимаете? Она вырвала кусок мяса в сердце. Ушла забрав как бы его силы. Вырвала у него. Причем когда она уходила, она не было какого-то чувства тяжелого. Когда человек уходит, он не чувствует, что он что-то плохое сделал. Наоборот считает все правильно, все классно. И у него в жизни все лучше становится сначала. Он уходит и раз как-то так все вроде как налаживается начало, а потом веселая жизнь наступает. Ну, как это происходит? Как вот человек уходит? прощай со всех вокзалов, поезда уходит в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Да, вот так, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. Вот так, вот просто вот так. Он не знает, что будет дальше, понимаете? Вот, что проблема. Мужчина, когда бросает женщину, то у него сердце становится очень горячим. Для того, чтобы мужчина смог, ну, как бы, зависнуть вместе, ну, то есть, застрять в семейной жизни с одним человеком, как бы, сойтись, для этого он должен, сердце должно успокоиться рядом с этим человеком, мужчиной. Оно должно почувствовать спокойствие, понимаете? Но когда мужчина бросает жену, у него сердце становится горячим, это означает, что вот он с одной девушкой живет, начинает жить, а его дальше тянет, понимаете? Ему уже это надоело, и он чувствует, что как бы, а может она такая же, как та, может я с ней не смогу, он так чувствует, и он по рукам начинает идти, понимаете? Он не может остановиться. То есть, одна, вторая, третья, и он не может остановиться, когда бросает мужчину. Но человека, когда бросили, он перестрадает сначала, и если он простил, если он простил, то сразу же Господь ему дает другого. И уже надолго. А если не простил, будет мучиться дальше. Видите, я вам это исследовал, вот я вам сейчас рассказываю, как это бывает. вам понравилось, нет? Понравилось? Тебе не бросали? Нет? Так вот, мои хорошие, поэтому в древней культуре и говорилось, если женился или вышел замуж, все, надо тормознуться и жить с этим человеком, потому что плохие события проходят, поступают хорошие, но они дают урок семье, понимаете? Семья утверждается в этих тяжелых событиях, когда люди стремятся как бы вместе правильно жить, ну, по крайней мере, один из них хотя бы, потому что у нас нет культуры совместной жизни, я вот сейчас Вожевский читал семинар по семейным отношениям, меня смотрели как на новые ворота большинство людей, потому что очень непонятно это все, как жить правильно в семье, я вас отправляю к этим лекциям, послушайте, чтобы разобраться, важно в этом разобраться, потому что если ты неправильно живешь, не факт, что ты сможешь остаться с близким, потому что неправильные отношения имеют тенденцию вонять, люди думают, а почему у меня с ними не получается, а вот почему у тебя зубы вот во рту вонять начинает само по себе, интересно, что у тебя с ртом несовместимость? Вот допустим во рту воняет очень сильно, ну в пырли все зубы, как бы несовместимость с ртом, все, мы не сошлись с характерами с зубами, характером не сошлись, и все повырывать, а вот так характером не сошлись, мы что не делаем, чистим зубы, так? Вот так же надо чистить отношения, потому что они вонять начинают постепенно, понимаете? накапливаются отрицательные как бы вещи в них и вонять они начинают, надо работать над ними, над отношениями, надо их чистить, понимаете? не то, что почему у меня с ним не получается? Что значит не получается? Ты очистила отношения? Ты простила прощение, прощала, молилась за эти отношения, училась вести себя правильно, нет, мы просто живем вот в отношениях и ждем, когда мне будет хорошо пить, когда во рту перестанет вонять со мной, нет, да не перестанет, надо чистить зубы, чтобы не воняло, мои хорошие, так же в отношениях тоже. Квартира зарастает, если ее не мыть, тело зарастает, так отношения зарастают, все то же самое, их надо чистить, но мы не знаем об этом человеке, мы несовместимы, ну понятно, если поняете, уже теперь несовместимы. Итак, смотрите, интересная вещь, оказывается все происходит в результате влияния судьбы. У нас есть какие-то желания, у нас есть какие-то идеи, в жизни все происходит в результате влияния судьбы. Допустим, маленькая девочка 5 лет, она может быть и хочет замуж, но у ней это не актуально, так? Приходит время и становится актуально, причем у всем по-разному, не всегда в 17 лет хочется замуж, не всегда, поднимите руку, у кого не хочется замуж в 17 лет, вот не хочется, вот девушка светлая, вам что, 17 лет? ну ладно, я шучу, вы меня простите, но так или иначе, как бы, ну ладно, кому замуж не хочется, не митируй, поближе, вот, вот девушка, да? Не девушка, так, вы, да? Не хочется замуж, а 4 года назад хотелось, да? Мы с вами на третьем ряду разговариваем, хотелось 4 года назад? Как нет? Были замужем? Да, 4 года назад была замуж, поэтому не хотелось, а сейчас не хочется. Сказать, когда захочется, не надо, не хочет, ладно, ну кто хочет, а давайте, кому показать? Так вам всем хочется, что вы не, не отманывайте, вот девушка, вот, с длинными волосами, да? А, правильно, но вам уже начинает хотеться потихоньку, согласна, да? А не хотелось 2 года, правильно? Да, вообще, противно даже, встречаться даже не хотелось, так? 2 года. А сейчас хочется уже, да? И уже это, появился на горизонте, да? Вот, видите, все, это потает карма, так действует. Сейчас этот человек, как бы, он думает, что, как бы, где-то там, а уже здесь. Вот у вас уже карма поменялась, сейчас уже будет, как бы, отношения начнут развиваться. Такой анекдот на эту тему. кукушка, кукушка, сколько мне жить? Ку, а че так, ма? Я ж, она все в жизни, в принципе. Все быстро, неожиданно, на красную, и все. Веда объясняет, что есть четыре типа кармы, четыре типа кармы. Есть тяжелая, есть легкая карма. Что такое легкая карма? Допустим, ребенок заболел гриппом, сама вылечила. Что-то дала ему там, что-то полечила и вылечила. Легкая карма. Да, человек преодолевает ее своими усилиями. Легкая карма, означает. Средней тяжести кармы. Ребенок заболел гриппом, сама не вылечила. Повела врачу, вылечила. Это средняя тяжести кармы, когда она преодолевается с помощью людей, которые могут помочь. Ну, то есть, специалистов. Людей, которым, это может быть юрист, врач, там, или друг какой-то, или еще кто угодно. Ну, то есть, с помощью тех людей, которые знают, как это, и избавиться от этого. Допустим, труба забилась, сама не прочистила. По словам слесаря, он прочистил. Это средней тяжести кармы называется. Теперь, тяжелая карма. Ребенок заболел гриппом. Сама не вылечила. Врач не вылечил. И сказал, что, наверное, его уже никто не вылечит. Ну, или, как бы, положили в больницу, и никто не может помочь. И болеет, и болеет, и болеет, и болеет. И плохо все. Пошла в церковь, в храм, помолилась. Попросила священника помолиться, за ребенка и вылечился. Тяжелая карма преодолевается с помощью святых людей. Чтоб вы знали. Она не преодолевается с помощью специалистов или с помощью своих сил. Есть еще непреодолимая карма, когда никто не поможет. Понятно, да? Вот в чем заключается особенность нашей судьбы, нашей жизни. первая особенность. Мы упираемся и пытаемся действовать своими силами. Очень долго, иногда бывает уже поздно. Понимаете? Например, что касается медицины. Есть много таких книжек, которые говорят, все болезни можно вылечить самому. Вот в эрбиде это древнее писание. Написано, что есть четыре типа болезней. Одни из них можно вылечить самому, вторые надо лечить у врача, третий лечится молитвой, четвертый вообще не лечится. И вот хоть ты что сделай. Понимаете? Хоть что сделай. Некоторые застревают на вот этом первом этапе. Они не понимают, что есть четыре типа кармы. И, допустим, человек принципиально не делает кризму. Принципиально. Он сидит и не дерево вот так. Ну сделай ты кризму и все. Чего мучиться-то? Понимаете, это значит, что у него не только там задор произошел. Понимаете? Это означает, что у него не хватает знаний в жизни, как действовать. Допустим, девушка не может выйти замуж. Что делать? Что делать? Не могу выйти замуж. Что делать? Первый шаг. Я сама не смогла выйти замуж. Первое шаг надо делать. Изучать, изучать, кто такая женщина, как быть женщиной, изучать женскую природу, пользоваться помощью специалистов. Изучать, как правильно себя вести, чтобы выйти замуж. Не помогло, допустим. надо пользоваться помощью святых людей. Дальше молиться и просить о помощи, чтобы за тебя молились. Не помогло. Значит, надо идти в монастырь. Или просто ждать. Может быть, это непреодолимая карма. Но часто люди не могут жениться или выйти замуж, потому что они не понимают, что они вытворяют. Например, у меня было много случаев, когда женщина сожительствует с чужим мужем и при этом говорит, что-то я замуж не могу выйти уже 15 лет. Да ты никогда, моя хорошая, не выйдешь замуж. Тебе надо разрывать немедленно эти отношения. Потому что женщина, когда строит такие отношения греховные, разрушая чужую семью, она никогда не выйти замуж, это невозможно. не надо сначала уничтожить эти отношения, а потом раскаяться в этом, раскаяться серьезно. И причем уничтожать эти отношения немедленно, как только узнала об этом. Потому что женщина без семейной жизни не может нормально существовать. Ей нужна семья. Или духовная жизнь какая-то. Нужна какая-то семья, или духовная, или вот такая семья. Женщина живет семейной жизнью, она не живет общественной жизнью. жизнь для нее это семья для женщин. Видите, одна ошибка заключается в том, что люди застревают вот на первом этапе отношений с кармой. Помоги себе сам. Типичный пример. То есть человек помогает, помогает себе сам. Раз и умер. запустил болезнь. Не воспользовался помощью специалистов. Понимаете? Вот. Второе. Вторая ошибка заключается в том, что люди не понимают в тот момент, когда наступает непреодолимая карма и знаки. Есть знаки на то. И человек должен уже не дергаться в лечении, а подготовить себя к оставлению тела. Допустим, неизбежно надо оставить тело. Человеку есть знаки определенные на это. Он чувствует сердце это, и все равно он дергается к лечению. Но сознание направит на молитву. У него такого человека нет больше никакого долга. Я видел людей с раком четвертой степени, которые говорят, извини, лечиться не пойду, у меня отпуска нет. Когда отпуск дует, тогда я пойду лечиться. Какой отпуск мой хороший? Тебе работать осталось пару месяцев и все. А он не понимает этого. Он говорит, у меня через 5 месяцев только отпуск будет. У тебя отпуск начнется гораздо раньше. И уже в следующем кере как выйдешь на работу лет через 20. Когда вырастешь сначала большой. Поэтому надо четко понять вот эти две вещи. То есть надо разграничивать какая карма. Причем насморк не означает легкая карма. Понимаете? Насморк может быть непреодолимая карма даже. Но любое событие, которое с нами мы должны оценивать, изучать, насколько оно тяжелое, чтобы потом соответствующее принимать вовремя соответствующие усилия прилагать. Понимаете? Человек все равно должен бороться за свою судьбу. Он не должен просто так на нее смотреть. Но сейчас, так как насморк насморк